Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Мила и сегодня я хочу рассказать о самых распространенных ошибках при выпечке хлеба. Эта тема очень объемная и даже нескольких видео будет недостаточно, чтобы разобрать все нюансы. Поэтому сегодня будут рассмотрены те ошибки, с которыми чаще всего сталкиваются начинающие и опытные пекари при выпечке как пшеничного, так и ржаного хлеба. И первая ошибка это изменение рецепта. Когда мы говорим о домашнем хлебе, то здесь не существует строгих правил и каждый может менять в рецепте как ингредиенты, так и технологии приготовления теста. Но этот вариант работает только тогда, когда у вас уже есть опыт и вы знаете, что можно изменить в рецепте и как это повлияет на конечный результат. Но если вы только начинающий пекарь, то лучше довериться проверенным рецептам и не отступать от технологии. Ведь даже замена влажности закваски или исключение из рецепта сахара может привести к совершенно другому результату. Следующая ошибка это замена муки. Каждый вид и сорт муки отличается своими свойствами. И если заменить муку, указанную в рецепте, на другую, то результат уже будет совершенно другой. Возможно результат тоже будет хороший, но это уже будет совершенно новый рецепт, разработанный лично вами. При этом меняется структура мякиша, его цвет, вкус и аромат готового хлеба. При замене муки очень важно учитывать ее свойства и оценивать ее влагоемкость. Ведь, например, пшеничная мука высшего сорта и пшеничная мука первого сорта совершенно разные по влагоемкости. И если вместо высшего сорта вы возьмете муку первого сорта без добавления дополнительной воды в тесто, то у вас получится хлеб с плотным мякишем. Также есть рецепты хлеба, в которых рекомендовано использование муки с высоким содержанием белка от 12 грамм. И если проигнорировать эту рекомендацию и взять пшеничную муку с содержанием белка около 10 грамм, то в итоге тесто получится слабым. И еще одна распространенная причина – это замена в рецепте полностью или частично пшеничной муки безглютеновой. Это уже ваша личная инициатива. И еще раз повторю, что это будет уже совершенно новый рецепт. Если вы только начинаете осваивать выпечку хлеба, то я вам рекомендую печь хлеб по готовым рецептам без коррекции вида и сорта муки. Следующая ошибка – это выпечка хлеба строго по времени, указанному в рецепте. Большинство рецептов хлеба содержат информацию о времени созревания опары, брожении теста, растойке и выпечке. Время – это показатель условный в любых рецептах. И оно может меняться в зависимости от ваших условий, в которых вы готовите хлеб. Вам нужно научиться самостоятельно ориентироваться не на время, указанное в рецепте, а на внешние признаки готовности опары или теста. Нужно запомнить, что скорость созревания опары и теста напрямую зависит от температуры в вашем помещении, от используемой закваски и ее качества, от муки и еще от многих других факторов. Поэтому рецепт – это всегда основа, а остальное – все зависит от вас и от ваших действий. Следующая ошибка – это использование слабой закваски. Не стоит ждать хорошего качественного хлеба, если у вас слабая закваска. От качества закваски напрямую зависит внешний вид вашего хлеба. Поэтому сначала необходимо убедиться, что с закваской все в порядке и только тогда можно приступать к выпечке хлеба. К слабой закваске относится и та, которая у вас хранится в холодильнике. Поэтому очень важно ее предварительно восстановить после холода и только потом печь хлеб. Как это правильно сделать, на моем канале уже есть подробные видео. Ссылку на него я оставлю в правом верхнем углу на экране. Сильную закваску легко определить по внешним признакам. Например, у вас пшеничная закваска 100% влажности и вы ее покормили по пропорции 1-1-1 и при этом оставили при комнатной температуре плюс 24 градуса. Если с вашей закваской все в порядке, то она за 5-7 часов достигнет пика, то есть вырастет в 2 раза и станет пористой по всей структуре. Еще одна частая ошибка – это добавление муки свыше ее количества, указанного в рецепте. Чаще всего это делают тогда, когда они могут справиться при замесе с очень влажным тестом. Если вы увеличиваете только количество муки, то в итоге вы получите совершенно другой хлеб по структуре, по внешнему виду и по вкусу. А чтобы не сталкиваться с такой ситуацией, вам нужно запомнить раз и навсегда, что корректировать в рецепте можно только количество воды. Особенно это очень важно с новым рецептом, который вы готовите впервые. Поэтому добавляйте не всю воду сразу, а только 80% и оставляйте тесто на автолиз. Остальную воду вы лучше добавите после автолиза. Так вам будет понятней, справитесь ли вы с такой влажностью теста или нет. И напоследок хочу рассказать немного о своем личном опыте. Мне часто задают вопрос, всегда ли у меня получается испечь идеальный хлеб, и не бывает ли у меня ошибок. На самом деле сложно представить того, кто добивается успеха легко и просто. И прежде чем я пришла к тому результату, который вы видите сейчас, я точно так же, как и вы, совершала ошибки при выпечке хлеба. Но каждую ошибку я всегда анализировала и искала способы и варианты, как сделать так, чтобы эта ошибка больше не повторялась. Поэтому больше тренируйтесь, экспериментируйте, записывайте, наблюдайте и анализируйте. И все у вас получится. А если будут вопросы, то пишите мне их под этим видео, и я с радостью вам помогу. А в следующем видео я уже более подробно расскажу об ошибках при выпечке хлеба на примере своих фотографий и фотографий, которые мне присылали мои подписчики в инстаграм. Поэтому до встречи в следующем видео. Скоро увидимся!